Ребята, я вас приветствую. Мне часто задают вопросы насчет наркотических веществ и всевозможных эзотерических веществ. Как я к ним отношусь и что думаю, что видел. Вообще, в те времена, когда я рос, это 70-е, 80-е годы, я 71-го года рождения, и в той среде, в которой я рос, конечно, в Советском Союзе, я с этим вообще не соприкасался. Впервые я соприкоснулся с этой темой, когда приехал в Калифорнию в 21 год, и понял, насколько этого много, особенно там, насколько велико наследие 60-х, 70-х годов вот этого рок-н-ролльного движения. И с тех пор я стал видеть людей, слушать людей, которые этим увлекались, пробовали читать книги об этом. Сам я относился, конечно, изначально крайне отрицательно, да и сейчас, по большей части, я объясню поподробнее, почему я отношусь отрицательно к этой теме, и почему я выступаю все-таки за, даже убежденно выступаю за ясное сознание, за контакт и поиск возможностей контакта со своим внутренним, сущностным мировосприятием, что тоже требует работы, но естественный поиск этого контакта необходим человеку, на мой взгляд. Значит, давайте сейчас сначала поговорим о всех рекреационных, наверное, наркотиках, в которых, на мой взгляд, вообще нет никакого смысла, кроме того, что в моменте, когда человек находится под воздействием, он, естественно, воспринимает себя иначе, мир вокруг иначе, и это расширяет границы. Но я абсолютно убежден, что ничто из этих ощущений не становится собственностью человека, то есть он, так как он не отработал, не заслужил эти расширения сознания или ощущений себя и своих возможностей, они не заслужены, они просто пришли извне благодаря воздействию этих веществ. Вообще разбиться может только тот человек, который провел работу внутри себя по расширению границ своего восприятия, мировосприятия через естественные способы, такие как путешествия, чтение книг, работы над собой, наблюдение за своим мировосприятием, создание новых точек зрения внутри себя, новых способностей видеть ситуации и людей. Это очень сложный процесс, у него нет какого-то сценария и нет инструкции. Это индивидуальная задача каждого из нас. Но начинается все с того, что ты понимаешь, что мир вокруг намного больше, чем то, что мы видим. Есть другие планы событий, другой способ воззрения на свои возможности, на то самое, так называемое, пространство вариантов или то, как события могут развиваться. То есть первое, с чего нужно начать внутри себя, это удостовериться. Я бы не назвал это словом «поверить», но убедиться каким-то образом. Чаще это приходит через литературу. Убедиться в том, что мир – это не только то, что мы видим. Понимать, что один и тот же день может быть благодаря твоим усилиям, без использования вещества, благодаря твоим усилиям. Этот день может стать самым ценным днем, или этот день может стать самым ужасным днем, самым негативным днем, пустым днем. И я сейчас не говорю о событиях, которые на нас обрушиваются. Бывает такое. Но, ребят, давайте будем честными с собой. В подавляющем большинстве случаев не обрушиваются на нас никакие события. Мы обрушиваем сами на себя свое мировоззрение. Мы окрашиваем весь этот мир. Меня это касается также, каждого из нас. Я способен эту ситуацию сейчас окрасить в любой цвет. Те люди, которые пытаются сократить, срезать этот путь, пройти его укороченно с помощью веществ, они ничего не приобретают. Они приобретают... Они приобретают ощущение, что есть что-то большее. Но у них нет двери туда, кроме как через искусственные внешние вещества. У них нет внутри возможности приоткрыть эту дверь. Теперь, есть еще одна сфера, с которой я все-таки соприкоснулся. Это... Я был однажды в Перу, в джунглях Амазонки, провел там продолжительное достаточно время, пил с шаманами всякие диковинные напитки. Это, конечно, совершенно другая история. У них это считается национальным достоянием, это защищено законами. Это наследие, культурное наследие этой страны. В джунглях Амазонки это практикуется, и это считается медициной. У них в действительности это труднейший напиток. Удовольствия в этом нет вообще никакого. Это рвота, это физический дискомфорт, это опасность, ощущение опасности. Это мистика. Это трудно. Это страшновато в какие-то моменты, потому что ты соприкасаешься с неизвестным, с непознаваемым, с какой-то другой стороной мира, а точнее, наверное, контакта с собой. Потому что, по мнению шаманов, и вообще, в чем наследие этих веществ? В том, что они показывают человеку истинное его содержание. То есть показывают тебе, тебя самого внутри. Почему я два года назад решился на этот эксперимент? По одной простой причине. У меня был сильный вопрос внутренний. Касался он того, что не упускаю ли я чего-то? Есть ли какие-то грани вокруг и во мне, которых я просто не вижу? Особенно, когда ты живешь всю жизнь, а я абсолютно четко могу сказать, что я всю жизнь живу, позволяя себе делать то, к чему меня зовет сердце. И пусть это звучит высокопарно, но я не знаю, как сказать это проще. То есть любые свои душевные порывы я всегда уважал и ставил выше логических и интеллектуальных порывов. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. То есть я всегда, я не хотел предать свое сердце и свой дух. Мне хотелось абсолютно четко жить в соответствии с этими порывами. Вопреки логике зачастую. Это прекрасный путь. У него, естественно, есть своя плата и своя цена. Но самое удивительное, что на определенном жизненном этапе ты приходишь к убеждению, что все равно мы все ходим по кругу. И я понимал, пусть у меня много этих кругов, и у меня много этих мест, где я побывал на свете, многих этих типов занятий или сфер деятельности, которые я испробовал. В каждом из этих занятий, в каждом из этих географических мест есть круги, по которым ты ходишь. Мы все равно, это наше человеческое свойство. Это привычные траектории, по которым мы движемся. Что за пределами этих траекторий? Узнаем ли мы когда-то, каковы мы за пределами этих траекторий? И вот тогда я решился на... Как-то совпали факторы. С кем-то в Калифорнии я поговорил из таких эзотерических старцев и отправился в эти места, в джунгли Амазонки, прям в глушь. Наверное, не буду я сейчас детально рассказывать физически, насколько это было тяжко во второй церемонии, особенно потому что просто в течение всех трех часов меня безостановочно тошнило. Причем это не еда, потому что ты ешь только в три часа дня, а церемония начинается в восемь часов вечера. То есть именно с той целью, чтобы желудок был уже пустой, чтобы пища ушла. То есть это просто какая-то жидкость. У меня было восемь церемоний, но одна из них, вот эта вторая, никогда мне ее не забыть. Потому что я подумал, что все, тело мое к этому не готово. Но я продолжил, продолжил. И дальше все было только светлее, все лучше и легче. Главное, что я понял, ребят, и почему я бесконечно благодарен за то, что я на это решился. При этом, стоп, я сразу оговорюсь. Ни в коем случае не вздумайте, если вы собрались, делать это, потому что кто-то рассказал вам что-то хорошее или что-то плохое. Это настолько серьезный вопрос. Только если где-то в глубине вас созрело ваше собственное ощущение, что вы хотите решить какой-то сложнейший вопрос. И опять же, что у вас нет сомнений, ни в коем случае не опирайтесь ни на чьи слова, в том числе мои. Я скажу больше. Я думал повторить, и у меня нет никакой уверенности, несмотря на огромную благодарность за то, что это было, у меня нет никакой уверенности пока, что мне это нужно вновь. Может быть, через 10 лет. Может быть, через 3 года. Кто знает. Если у меня появится какой-то вопрос. Как кто-то выразился, эти церемонии не могут стать костылями, с помощью которых ты идешь по жизни. Ни в коем случае. То же самое, что я говорил и про все прочие вещества, которые в западном мире используются. Не может быть это твоим костылем, с помощью которого ты ходишь по жизни. Только твой дух и то, что ты заслужил и заработал, может быть твоей опорой. Остальное все, остальное все не настоящее. Так вот, за что я благодарен, безусловно? Что я понял, наверное, к 3-й, к 4-й церемонии, что моя главная проблема, и как мне эти вещества показали это, я не знаю, что моя главная проблема, это тогда, что я не вижу текущий момент, что я нахожусь в таком состоянии жадности к этому миру, к новым ситуациям, новым отношениям, новым достижениям, новым каким-то переживанием. То есть вот это потребление, это же тоже потребление, просто это другое потребление, нежели еда, но по сути это то, это эмоциональное потребление этого мира. Где предел? Сколько можно бегать, носиться и потреблять новое? Не замечая текущий момент. Вот сейчас, здесь, перед этой камерой, разговаривая с вами, это и есть. В этом моменте все. В этом моменте находится твое счастье. Нет другого будущего, прошлого. Есть офигенные свойства текущей ситуации. Мы так часто трудимся ради некоего светлого будущего, вот этого крутого дня, который когда-нибудь настанет. Мы же с вами, мы все едины, мы все такие. Когда-то все сложится. Ребята, нет большей ошибки. Все уже сложилось сейчас. Все, что было сделано, привело нас сюда, вот в это место, в этот момент. Посмотрите вокруг, оцените все эти свойства текущего дня. Вот она, реальность, которую мы заслужили. Слова, наверное, очень простые. Я могу громко кричать, размахивать руками. Мысль предельно проста. И каждый из вас ее слышал. И об этом написаны тысячи, тысячи книг. Но в момент, когда я как раз был там, мне это пришло куда-то, прям, знаете, как иглой в сердце. Вот просто я эту мысль почувствовал. Я почувствовал, что я упускаю текущую секунду в этой бесконечной погоне, чтобы день не заканчивался. Мне никогда не хочется, чтобы заканчивался день. И это осталось во мне. Мне хочется спать как можно меньше, чтобы больше успеть. Чего успеть ты хочешь? Что еще ты хочешь успеть? Сколько лет? Тысячу лет ты так будешь? Миллион лет? А мне же еще хотелось, чтобы не просто было много времени, а чтобы еще, например, меня стало, чтобы был не один Денис, а чтобы было десять, чтобы я мог и там быть, и там, и там, и там. Нет предела этой жадности. Это ненасытное желание жить. Надо все найти в моменте. Поэтому, ребят, если у вас момент крутой, отлично, сейчас в жизни, упивайтесь им. Если момент не очень, представьте, что до того, как каждый из нас родился, вообще до нас, были сотни поколений. Люди, почитайте книги, почитайте драматургическую литературу. Вы поймите, люди все это проживали. Любовь, разочарование, вожделение, ненависть, находки, восхищение, счастье. Все это уже было. Этих людей уже нет. Но если бы они вернулись сейчас в твой день. Вот кто-то вернулся бы в твой день, в мой день. Вот в это чудо, которое вокруг. Понятно, здесь сейчас хорошо, комфортно. Кто-то может быть сейчас на автобусной остановке, в снегу, где-то слякать вокруг. И все равно, ребята, это подарок. Возможности вокруг. На все четыре стороны, как говорится. Двигайся куда хочешь. Делай то, что тебе нравится. Делай так, как подсказывает сердце. Подытоживая этот монолог, ищите через внутреннюю работу. Это самый главный совет, который можно дать. который я даю себе. В дни, когда мы сникли, и что-то не раскрывается перед нами, глаза не открываются, мы просто ошибаемся. Мы просто слабы в эти дни. В дни, когда мы счастливы, смотрим вокруг и видим, сколько перед нами открыто путей, в эти дни мы сильны. Вот и все. Нет другого мерила. Только так. Спасибо вам за внимание. Подвигаемся. Сегодня запланировал подняться в гору протяженностью 15 километров. 600 метров перепад высот и 15 километров длина подъема. Туда уходит дорога. Это первый стартовый разминочный заезд. Пока я еду, давайте я в двух словах расскажу вам о маршруте и о той местности, в которой я устроил этот заезд. Это неподалеку от городка Камбрия по шоссе 46 пролегает этот маршрут. Шоссе 46, вы сейчас видите, между двумя красными точками. Это стабильный подъем. 15-километровый подъем. Неподалеку от Камбрия располагается множество удивительных мест. Во-первых, сама Камбрия. Это городок с населением 6 тысяч жителей. Тихое, уютное место в Центральной Калифорнии. Красивейшее побережье, первое и самое главное. Лежбище морских котиков неподалеку. Замок Херста. Это тоже одна из основных достопримечательностей. Это огромная территория земли с замком на горе. Причем в данном случае это не преувеличение. Замок или дом действительно огромен. Он принадлежал был ему Рэндальфу Херсту. Это медиамагнат начала 20 века. Человек, которому на определенном этапе принадлежали 25% всех печатных средств массовой информации в Америке. То есть этот человек определял общественное мнение. В особенности интересовался Голливудом. Соответственно, влиял на успех тех или иных фильмов. И к нему на званные ужины слетались все звезды 20-30-х годов. Там бывал и Чарли Чаплин, и Говард Хьюз, и даже Уинстон Черчилль прилетал в гости к Херсту. В общем, этот замок действительно место с историей. Еще из интересных мест неподалеку располагается Морро Бэй. Я несколько роликов снимал там на фоне этой удивительной скалы. Теперь по маршруту. Стартовал я на закате. Приеду к финишу, когда будет темно. По моим расчетам, этот подъем должен был занять где-то полтора часа. То есть 15 километров со скоростью средней 10 километров в час. Мне кажется, я немного переоценил. Я доехал в реальности где-то за час 47. Уже темнеет. У меня вот фонари мигают. Ползу. С какой скоростью? Даже не знаю. Наверное, может быть, когда круто в гору, вот как сейчас, мощный максимум, наверное, 8 километров в час, может быть. Но у меня никакого компьютера здесь нет для измерения скорости, высоты. Я знаю, что серьезные спортсмены у них это на великах установлено. Но я думаю, да, километров может быть 10. Максимально в час я еду. Минимально. Может быть, 7. Посмотрите. Очень мне нравится такая стабильная, ровная, монотонная работа. Это не как бежать. Бегать я не очень люблю. А вот крутить педали мне как-то, ну, особенно, когда вокруг пейзажа. И вот смотрите, по количеству машин. Ну, тихо, тихо, спокойно. Так, может быть, раз в минуту проезжает несколько штук. Потом опять затишье. Поэтому ползу и наслаждаюсь тишиной, просторами. Удивительно же красиво. Моя задача на данный подъем привыкнуть к шоссейному велосипеду. Я предполагал, что в силу того, что я еду в гору, мне придется довольно часто вставать из седла. В чем плюс? Сидение жесткое. Вообще, весь велосипед очень жесткий. если сравнивать его с обычным. Поэтому в преддверии будущих продолжительных заездов я решил сделать такой разминочный заезд в горку и привыкнуть к контактным педалям. Вы посмотрите на эти картины. Вот ради этого все. контакт с природой вокруг, с просторами невероятный. Проносящиеся мимо машины, они лишь показывают тебе, насколько ты отделился от этого железного мира и погрузился в мир природы. И в какой-то момент ты оказываешься один на вершине этой горы. Видишь просторы, закат и внутри тебя переполняет такое счастье. Весна приближается. Обязательно подарите себе такую возможность. Пусть все у вас в жизни получается. Спасибо за внимание. С вами был Денис Семенихин. До следующих заездов. Субтитры подогнал «Симон»